Итак, уважаемые коллеги, я предлагаю начать сегодняшний наш научно-практический семинар, который будет посвящен мультимодальной лучевой диагностике лёгочной грыжи в условиях пандемии COVID-19. Разберём мы его на опыте Смоленского нашего инфекционного госпиталя. И приветственное слово предоставляется директору научно-исследовательской лаборатории, профессору, доктору медицинских наук Алексею Васильевичу Борскому. Уважаемые коллеги, ну, как всегда, мы продолжаем с вами плановую июльскую работу по, скажем так, первичному осмыслению результатов диагностических служб во время пандемии. Сегодняшняя тема достаточно интересная, потому что она касается нескольких модальностей диагностики вот такой достаточно редкой патологии у пациентов с COVID-инфекцией. И приятно, что будет модератором этого семинара, этого вебинара нашего, ординатор первого года, который благодаря приказу Минздрава о помощниках врачей быстренько, достаточно профессионально стал работать, сочетая в своих руках две модальности – МСКТ и УЗИ в одном и тем же руках. Для нас это очень важно. Это говорит о том, что наш кластер лучевой диагностики работает планомерно, и лето для нас с вами достаточно плодотворное время для проведения образовательных научных дискуссий. Что хочу сказать еще дальше. Мы понимаем, что все-таки лето, не так много людей у нас присутствует, и это все будет в записи, и на всех наших интернет-адресах этот семинар будет доступен в свободном доступе. И вы можете им потом спокойно посмотреть его еще раз и задать вопросы модератору или мне, как научному консультанту этих всех семинаров, где мы с вами работали в июле. О том, что будет вас ждать в августе, мы после окончания этой основной нашей программы, я вам потом анонсирую. Все, мы будем... Итак, 11 марта 2020 года ВОЗ официально заявил... Пожалуйста, вот я вот об этом и говорила, о возможности помешать нам. Ну, саундтрек даже в таком формате он не помешает. Вы идите бестрепетно, как говорит литератор Водолазкин. Читайте свое дело. Кто захочет, кто услышит. Хорошо. 11 марта 2020 года ВОЗ признал коронавирусную инфекцию пандемией. И буквально вчера, 27 июля, гендиректор ВОЗ заявил о том, что в течение последних шести недель в два раза увеличилось количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Поэтому мы говорим о том, что информация, о которой мы будем говорить сегодня, пока и не теряет своей актуальности, и в ближайшее время не потеряет. Мы говорим об особенностях инфекции и особенностях условиях работы в ней. Это быстрое развитие симптомов, что необходимо для выявления и незамедлительного начала лечения. Мы будем говорить об этом. Также мы работаем в средствах индивидуальной защиты. Соответственно, у нас меньше времени работы с пациентом. Недостаток кадров. Нам необходимо экономить врачебный ресурс. И сложности индивидуального подхода к пациенту возникают в связи с большим потоком пациентов. Сейчас, секунду. Какие пути решения проблемы мы предлагаем? Во-первых, это совмещение профессий. Это когда один специалист может выполнять несколько манипуляций. Если мы говорим про лучевую диагностику, то это несколько модальностей. Второе — это волонтёрство, о котором много говорится в последнее время. Во-первых, в связи с концепцией развития Российской Федерации до 2025 года. Во-вторых, мы говорили об этом уже в предыдущих наших вебинарах. Мы говорили о том, что мы привлекаем волонтёров для работы в инфекционном госпитале. В-третьих, это логистика медицинской сортировки. Чем больше она будет организована, тем быстрее пациент начнёт получать уже лечение. И быстрое взаимодействие с врачом-клиницистом. Мы хотим сказать об особенностях работы МСКТ нашего третьего инфекционного госпиталя, которое проходит в формате Imagen 2.0. Об этом формате, об этом режиме говорилось на Европейском радиологическом форуме в 2012 году. И согласно ему мы как раз следуем. И врач МСКТ в нашем госпитале смещает и владеет также навыками мобильного ультразвукового исследования. В условиях пандемии при подозрении на пневмонии мы, конечно же, понимаем, что начинать обследование необходимо с компьютерной томографии органов грудной клетки. Но говорим о том, что было бы здорово, если бы у врача кабинета компьютерной томографии была возможность провести ультразвуковое исследование органов грудной клетки. Почему это важно? Если же мы жидкость не обнаружили при проведении компьютерной томографии, то все равно мы рекомендуем провести ультразвуковое исследование плевральных полосей по БЛЮ-протоколу, потому что мы могли пропустить небольшое количество жидкости. Если же при компьютерной томографии была обнаружена жидкость, тогда мы говорим о проведении ультразвукового исследования по расширенному протоколу с оценкой наличия и отсутствия кардиомегалии, гидроперикарда и, если есть, очаговой патологии легких. Это позволит нам сразу же в кабинете компьютерной томографии решить вопрос о проведении пункции, которая будет проходить совместно с хирургом под ультразвуковой навигацией, и затем решить вопрос о необходимости госпитализации. Это позволяет как можно скорее начать лечение пациента. ... о консенсусном заявлении, по которому это ультразвуковое исследование легких стандартизировано. И если есть стандартизированный протокол, намного легче уже обучить людей, которые могут, в том числе и волонтеров, которые могут пойти и помочь работать при недостатке врачебных кадров. На этом слайде представлен уже расширенный ультразвуковой протокол, о котором говорил Сафонов в своих лекциях много. Эти слайды как раз мы взяли из его лекции. И хотелось бы особо отметить апикальную позицию. ... датчика, о которой многие иногда забывают. Вот как раз в эпикальной позиции оценивается жидкость в полости перикарда, и мы можем оценить наличие кардиомегалии. Теперь мы на примере клинического случая разберём особенности мультимодальной лучевой диагностики в условиях пандемии. К нам поступила больная в 71-го года с жалобами на одышку, повышение температуры, кашель. Она уже в течение пяти дней до этого проходила лечение в ЦРБ по поводу ОРВИ. После ухудшения ей была выполнена рентгенограмма органов грудной клетки и выставлен диагноз двусторонней полисегментарной пневмонии. В анамнезе у неё также длительный контакт с ковид-положительной дочерью. У пациентки достаточно серьёзная фоновая патология, и в 2016 году была операция по поводу протезирования ортального клапана через мини-инвазивный доступ в третьем межреберье по передней поверхности грудной клетки справа, без удаления ребра. При осмотре поделились признаки акрационоза, высокая частота дыхательных движений, пульс высокий, аускультация над всей поверхностью лёгких дала мелкопузырчатые хрипы, достаточно низкая сатурация без респираторной поддержки 86, респираторная поддержка возрастала до 93, и при скрининговом исследовании лабораторные данные дали нам гликоцитоз, анемию, увеличение соя. В биохимическом анализе была гипергликемия, увеличение мочевины. При осмотре в третьем межреберье справа мы видели достаточно большой рубец, к которому определялось мягкотканное образование, которое возвышалось над поверхностью грудной клетки на вдохе, и западало на выдохе. Как это выглядело? И уже только после внешнего осмотра мы могли предположить диагноз лёгочной грыжи. Что же такое лёгочная грыжа? Или её ещё называют межрёберная грыжа? Это выпячивание лёгочной ткани через естественные отверстия или патологически возникшие дефекты грудной клетки. В нашем случае лёгочная грыжа была приобретённой послеоперационной. Это самая рентгенограмма, которая была выполнена в ЦРБ. Мы видим по всем лёгочным полям участки неоднородного негомогенного затенения. И мы сразу понимаем, на каком основании был выставлен диагноз двусторонней политикаментарной пневмонии. Также обращает на себя внимание расширение третьего межреберия по передней поверхности справа. Затем пациентке было проведено ультразвуковое исследование лёгких по короткому протоколу уже в нашем инфекционном госпитале. При исследовании плевральных полостей жидкости обнаружено не было. Здесь мы о плевральной пункции речь не ведём. Но учитывая очаговую патологию лёгочной ткани, мы говорим о прицельном исследовании мягких тканей именно в этой области. Сейчас, когда я включу кинопетлю, вы увидите, как лёгочная линия, вот эта гиперохогенная полоска, она сдвинется, и лёгочная ткань выйдет в мягкие ткани грудной клетки при резком повышении внутригрудного давления, при покашливании пациентки. Вот тот самый момент, как вышла лёгочная ткань, и мы видим её движение при дыхании. Затем результаты ультразвукового исследования были отправлены эксперту по ультразвуковой диагностике и принято коллегиальное решение о проведении повторного, второго этапа ультразвукового исследования, но уже в формате ультразвуковой пальпации. Ультразвуковая пальпация — это динамическое исследование, которое помогает нам косвенно судить о наличии спаечных процессов в этой области, также помогает судить о наличии препятствий при выходе лёгочной ткани за пределы грудной клетки и изменении эрхогенности лёгочной ткани при надавливании датчиком. В данном случае мы о спаечной болезни речи не ведём. Затем был проведён врачебный дистанционный консилиум и принималось решение о проведении МСКТ в режиме пацита. Консилиум проходил в составе врача МСКТ и врача-инфекциониста. Также были оценены степень тяжести пневмонии, предположительная теология в нашем случае. Это, учитывая интерстициальные изменения в лёгких, мы говорим о, скорее всего, вирусной патологии, учитывающей анамнез пациентки. Также мы оценили степень риска ущемления рёгочной грыжи, которая минимальна у этой пациентки. А про динамошутизацию пациентки было решено, что пациентка отправится в палату интенсивной терапии. И с учётом клинического течения и наличия уже выполненного рентгеновского снимка в центральной районной больнице, по которому уже можно поставить диагноз двусторонней полисементарной пневмонии, было решено провести компьютерную томографию через 10-15 дней. И вот на 12-й день госпитализации была выполнена компьютерная томография. На данном слайде вы видите срез через дугу аорты, аксиальную проекцию, на которой чётко видно достаточно крупная лёгочная грыжа, лёгочная ткань, которая выходит за пределы грудной клетки через межреберья. Также видны интерстициальные изменения по типу матового стекла. И по этому срезу мы можем ещё увидеть локальное обозвиспление внутрикрудных лимфатических узлов и обозвиспление локальных стенок аорты. Также лёгочная грыжа, только уже сагитальная реконструкция в сагитальной проекции. Также мы видим выпячивание лёгочной ткани, подкожную клетчатку. Конечно, мы не берёмся сравнивать эти методы исследования. Мы понимаем, что рентгенограмма органов грудной клетки — это всё-таки суммционное изображение, а компьютерная томография — это срез. Но если увидеть все срезы, то чётко можно судить о положительной динамике пациентки. Положительная динамика была и по клинике, и по рентгенологической картине. Скорее всего, как мы предполагаем, при выполнении рентгенограммы органов грудной клетки у пациентки ещё была декомпенсация хронической сердечной недостаточности, примешивались ещё проявления её. За счёт этого, возможно, такая быстро положительная динамика. И таким образом, работа кабинета МСКТ третьего инфекционного госпиталя идёт в режиме Imaging 2.0, что мы считаем оптимальным в условиях пандемии, когда врач кабинета МСКТ имеет возможность использовать мобильный ультразвуковой аппарат. Диагностика лёгкочной патологии в режиме Imaging 2.0 позволяет оперативно решить вопрос о проведении плевральной пункции, не откладывать эту плевральную пункцию, и уже после её проведения ценность диагностическая и МСКТ, и рентгенография органов грудной клетки значительно повышается. И применение двухмодальностей ультразвукового исследования и рентгенографии или компьютерной томографии даёт возможность снизить лучевую нагрузку, ускорить выполнение диагностического алгоритма, чтобы быстро приступить к началу терапии и оптимально организовать маршрутизацию пациентов. Я буду рада, если вы захотите получить видеозапись семинара и презентацию, вы можете написать по одному из контактов, представленных выше, ниже. Спасибо большое. Алексей Васильевич, ваше слово. Уважаемые коллеги, Ну вот здесь мы заканчиваем работу, июльская работа ПНИЛа. Это одна из фрагментов нашего кластера лучевой диагностики, который существует на базе первого городской клинической больницы. Сейчас это инфекционный госпиталь. И весь июль мы разговаривали именно с научным подразделением проблемно-научно-исследовательской лаборатории о тех направлениях, которыми она занимается. Я с удовольствием передаю августовские серии семинаров кафедры лучевой диагностики под руководством доктора наук Татьяны Геннадьевны Морозовой. В августе именно кафедра лучевой диагностики будет знакомить вас и тех, кому это интересно, именно с направлениями работы этого подразделения, которые являются, как я повторяю, кластер, это два подразделения, ПНИЛ и кафедра лучевой диагностики. Я бы хотел, конечно, чтобы все ординаторы бы участвовали в просмотре следующего семинара, который будет очень интересным. Это будет 4 августа, и там будет презентация двухтомника. В этом году мы готовили кластером две монографии, объединенных одной идеологией, это вопросами эластографии ультразвуковой. То есть здесь пандемия дала нам возможность закончить эту монографию побыстрее. Так бы, если бы мы работали планово, наверное, это было бы вышло бы не так быстро. А тут нам, наверное, к несчастью. Ну, видите, в каждом ситуации мы всегда должны искать какие-то вещи, которые уменьшают научную энтропию. И поэтому это благодаря пандемии нам удалось быстрее закончить эти монографии, и будет с удовольствием вам интересно с ними познакомиться, о чем там идет речь. 4 августа в 14.30 мы вас приглашаем на плановые вебинары, которые будут состояться каждый вторник. Весь август вы ознакомитесь с направлениями работами кафедры лучевой диагностики нашего Смоленского государства медицинского университета. Все. Будем надеяться, что вас будет больше. Обязательно мне бы хотелось, чтобы были ординаторы первого года в максимальном объеме. Спасибо еще раз Еремкина и Алине за достаточно короткую, но интенсивную такую образовательную вещь, которая вот у нас прошла совсем редкая патология. И вот комбинация двухмодальностей сократила алгоритм и позволила чуть-чуть отсрочить МСКТ. Хочу только добавить, конечно, патагноманичным звеном является, что всегда нужно начинать в ковид пациентов с МСКТ. Наш вариант, который вы показали, что благодаря консилиуму и уже имеющемуся рентгену, который у нас был, мы позволили немножко изменить алгоритм. Но основным все-таки алгоритмом, конечно, является, что делается МСКТ. В тех лечебных учреждениях, где это можно, да, очень хорошо бы сделать исследование ультразвуковой блю. Но это отнюдь не отменяет главным моментом. При ковид-пневмонии МСКТ это патагноманичная модальность. Первой линии диагностической службы. Еще раз спасибо. Модератору еще раз спасибо. Всем слушателям спасибо. Надеемся, что эта видеозапись послужит новому этапу в овладевании нашей хорошей специальности лучевой диагностики. Удачи, друзья. Еще бы хотелось добавить. Спасибо большое за то, что вы пришли. Давайте не упускать эту уникальную возможность задать вопросы. Эта возможность предоставляет нам участие как раз в онлайн-режим. Немного мы изменили порядок, но я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Период осмысления, наверное, происходит. Поэтому, если какие-то вопросы возникнут, я думаю, что по вашим адресам, Алина, вас с удовольствием, вопросы вас найдут, скажем так. Буду рада помочь. Алина, у меня есть вопрос. Спасибо за интересный доклад. Такой вопрос. Как легочная грыжа повлияла на клиническое течение полисегментарной пневмонии? Она не повлияла, я думаю, на течение. Повлияла скорее сопутствующая патология и все-таки протезированный аортальный клапан это как еще один фактор риска, да, это говорит о болезни сердца, заболевания, да, которое может усугубить течение легочной патологии. Скорее так. Сама легочная грыжа, учитывая то, что мы выяснили, что там мы не говорим ни о спаечной болезни, мы не говорим ни о ущемлении, то есть это просто как находка при исследовании, поэтому скорее обращаем внимание на другие ее фоновые патологии, которые могут утяжелить течение пневмонии. Спасибо. У меня такой еще вопрос. Вот вы говорили, что по Блю-протоколу вы работаете на аппаратах портативных ультразвуковых, а расширенное исследование вы проводите на каких аппаратах? На портативных или на аппаратах экспертного класса? Расширенный протокол и скрининговый протокол Блю скорее отвечаются не уровнем техники, с помощью которой выполняется это исследование, а количеством времени и тщательностью исследования. То есть при коротком протоколе есть определенные точки, в которые ставится датчик, и по которым оценивается легочная ткань, оцениваются плевральные полости, а уже расширенный протокол это более детальный поиск. То есть мы идем по каждому межреберью и уже тщательно ищем патологию, если это необходимо. Спасибо. И последний вопрос. Можно ли как-то заменить классическую рентгенографию грудной клетки вот этим расширенным исследованием ультразвуковым, учитывая лучевую нагрузку, хоть минимальную на рентгене, но все равно? Об этом идет речь во многих исследованиях, что мы можем при ультразвуковом исследовании увидеть Б-линии, которых, кстати, в нашем случае мы не наблюдали, но при вообще диагностике интерстициальных изменений в легких увидим Б-линии, но все-таки ни рентгенографию, ни компьютерную томографию это не заменит, и все-таки мы рекомендуем использовать их в комбинации, потому что они достаточно дополняют друг друга. Хотел бы добавить, как специалист, который занимается ультразвуком, рассматривать метод УЗИ как альтернативу или конкурирующий метод ни в коем случае нельзя. То есть здесь мы идем только дополнительно для оценки жидкости и может быть какой-то дополнительной информацией. Даже сравнивать рентгенологический метод МСКТ или рентген с ультразвуком в отношении легких, когда мы говорим о пневмониях, даже не представляется возможным. То есть мы всегда идем дополнительно к какому-то из рентгенологических методик. наше время подходит к концу. Я думаю, если у кого-то еще возникли вопросы, то вы по контактам, которые были представлены на последнем слайде, найдете меня, и я с удовольствием отвечу на них. Спасибо вам большое за онлайн активное участие. Будем рады видеть вас на последующих семинарах. Спасибо. Всего доброго. До свидания.